Обновили материально-техническую базу. На театральной площади чиновники осмотрели приобретенные для уборки городских улиц 17 единиц спецтехники. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. Эта новая подметально-уборочная техника уже прошла ряд тестов и показала высокую результативность на дорогах Москвы и других крупных мегаполисах страны. Намного удобнее, чем импортная техника. Джойстики стоят. Это намного удобнее управлять, легче. Ну и здесь стоит отопитель. Зимой здесь будет, естественно, тепло. Летом стоит кондиционер, летом будет прохладнее. То есть будет намного удобнее. Еще одним ценным приобретением для области стали мусоровозы. Так необходимы и сегодня городу. Вы теперь закроете проблему город крупногабаритного мусора? Закроем. Или нет? Закроем. Вот этим количеством закроем. На каждый район, чтобы был свой. Ломовоз плюс еще закрывать. Получается, вы их сейчас распределите по району? Да. И плюс на выезды санкционированных свалок. Большое количество ломовозов мы купили. Почему такой выбор упал? Да потому что большое количество крупногабаритного мусора сегодня скапывается у канальной площадки. Наверное, обращали внимание. Поэтому, конечно же, посмотрели это направление, выбрали приоритет. Купили специальную технику для того, чтобы она могла подъезжать и, в общем-то, весь крупногабарит сгружать и увозить. Бедненько, но чистенько, говорят чиновники. Даже в режиме жесткой экономии городского бюджета. В этом году удалось приобрести техники более чем на 50 миллионов рублей. И эта мера, по словам главы города, более чем необходима. Объем работы, он, в общем-то, в своей массе очень большой. Поэтому, соответственно, каждый год происходит списание. Хотя, в общем-то, мы каждый год приобретаем необходимую спецтехнику, но есть списание, потому что быстро выходит из строя, потому что большой объем работы. На сегодняшний момент, вот с учетом покупки этой техники, которую мы сегодня видим, обеспеченность города специальной техники 50%. В следующем году планируется приобрести спецтехнику для уборки улиц еще на 15 миллионов рублей. Это немного, но хватит на то, чтобы закупить хотя бы самое необходимое.